И мы с вами, как всегда, погнали! Начать играть за атаку. Ух, ну что ж, давайте-ка посмотрим, как же, что будет и зачем. Вообще, в целом, датчане покажутся в последнее время, что они, так и неплохо играют на подобных картах. Ну, посмотрим, как здесь будет играть Израиль. На самом деле, неудобные карты, я думаю, особенно для российского коллектива, потому что, ну, в основном, датчане вот очень сильно делают упор на новые карты и всегда, грубо говоря, превосходят своих противников. Так, это было очень часто с командой Анексис, когда они играли, с командами СНГ, о господи, СНГ, с командой СК Геймин, командой Нави и прочими другими топовыми коллективами. Они, в принципе, побеждали в тяжелейшей борьбе, но, тем не менее, своих противников очень часто. Сейчас, кстати, команда СК Геймин, Фнатик и прочие-прочие другие топовые коллективы стали уже более акцентировать внимание на подобные карты. Мираж и, соответственно, Форж, и демонстрируют там довольно-таки очень интересную игру. Ну, тем временем, ну что ж, давайте-ка, даются рестарты. Начинается первый раунд между командой Израиль и командой Sport4Extreme. Ну что ж, какой же раунд предложит нам, прежде всего, атака? Ведь диффенс, как я имею в виду, пока что играется по дефолту. Двое на Б, один смотрит, второй мидл, и двое игроков контролируют. Так, как я имею в виду, танк не спешит, зная то, что в крови есть у команды Израиль. Да и, в принципе, по стилю попытки постоянно контратаковать и давить своих оппонентов. Сейчас, как говорится, будут применяться. И, по ходу дела, это да, обманка, вроде как заход, нам бы плент, но, наверное, появились... Нет, появились все игроки команды Израиль, можно выходить, не смотрим, что-то происходит. Ребята перетягиваются, нужно выходить. Видите, да, команда из Sport4Extreme абсолютно выходит на чистые пленты, и команда Израиль здесь, грубо говоря, немножечко лоханулась в этой ситуации. Минус от Аркадиона, Сид аккуратненько ждет противников, и у парня получил хедшот, минус от Уртиша, бомба, стоит, это отлично. Тут уже из Лиспа, ребята, пришли. Минус от Майса, минус от Уртиша, ну и, как видим, в принципе, задача минимума, и даже более того, от команды Sport4Extreme, а именно установка плента, выполнена. Ну, вот, и временем счет становится 1-0, команда Израиль повела. Пишет у нас Игнату из Москвы, привет! Так, что за те временем, неизвестность, ты читаешь? Кого читаю? Ну, чат читаю, да. Периодически. Ну что ж, за те временем 1-0, команда Израиль повели, команда из Sport4Extreme отлично сделала возможность закупиться в этом раунде. Как видим, 3-дигла, 2-девайса, скорее всего, играется. Стандартная стратегия в таких ситуациях. Аккуратненько, колонн здесь ожидает. Оп, запалил игрока. Как видим, подготавливается, и колонн понимает, здесь лучше всего отойти, минус от Аркадиона. Ну и, как видим, да, команда Израиля не зажимает, особенно Аркадион, как видим. Аркадион, как говорится, это все не просто так. Любитель поаркадить и прочих других таких пакостных, немного говоря, действий он постоянно делает. Сильные, сильные игроки, сильные датчане. И особенно этот коллектив в последнее время запоминается просто большинству игроков. Особенно один из их, пожалуй, самых ярких пока что представителей. Это колонн, который удивляет с каждым днем все чаще и чаще. Аккуратненько, Делинха подходит, ждет здесь противников. Его сейчас как раз должен вроде как бы ползать игрок. Но нет, пока что сидит спокойненько, ожидает. Вот сейчас подошел, пропустим немножко. Момент, нет, ставит, отличный хэдшот. Делинха сразу же отходит, понимая, здесь его могут пытаться ловить и наказывать. 4-4, ребята остаются. Пытается там на всякий пожарный выстоять и подловить кого-то в окне. Ну, там никого нету, плута. Пытается на себя кого-то выманить. Давайте посмотрим, да, собираются ходить на плен, но на самом деле рановато они это делают. Не подошли еще тиммейты, могут подловить минус от Аркадиона. И вот сейчас танку лучше всего не рисковать. Да, ждет своих тиммейтов и начинается выход 2 девайса. Знает, что есть здесь 3 игроков, минус от сида, минус от колонны, за орган. И остается тем временем 1 сид против 2 игроков. Давайте-ка посмотрим. Получится ему здесь вывести в эту ситуацию. Видно, какая! И вдвоем выходит команда Израиль и делает счет 2-0. Так, что у нас тут пока почитаем в чате. Так, что там за ним? Так, так, так. Чего читаешь? Я, честно говоря, так и не понял. Чат, ну да, бывает. Бывает, Мишка, как твои дела. Да, все нормально. Но давайте не будем отвлекаться от игры. Эко-раунд. Как видим, команда из спор 4X3 активно пытается продвинуться. И что, неужели это фаст-атака? Да, походу, не решили. Особо заморачивались. Такие, ну, пошлите, говорят, пробежимся. Отдадим эйсик пацанам. Минус Азоргана, Купяха. Минус 2, минус 3. Накидывается в хороший ХМ. Минус Атулкиша. И это 3-0. Команда Израиль забирает первых 3 дефолтных раундов. Что за квадраты под модельками? Это, как говорится, оптимизация контр-страйка. Ковры, самолеты. Теперь игроки не бегают, а летают. Мишка, какая твоя любимая топовая команда? Ну, у меня такой нету. Как бы не было странно. Ну что ж, давайте-ка посмотрим. Команда Изпорфор Экстрим подготавливает уже, как говорится, всем своим телом. Показывает, что атака готовится на Аплент. И колонн. Колонн с АВП. Давайте-ка посмотрим. Именно за его действием выходит. Минус 1. Понимаешь, сейчас идет раскидочка. Минус 2 от колонны. Уже очень опасно. Жестко ставить здесь АВП. Ждет третьего игрока. Начинается раскидка. Минус от Сида. Хороший выход с дома. Но минус 2. Шикарно. Колонн остается один на Апленте. Минус от Плута. И скипится оборонки. Время у команды Израиля. Но тут остается опаснейший колонн. Минус 3. Какой великолепный. Хэдшо знает, что еще приходится. Второй мидлай игрок. И выжидает его во все. А придет или нет? Давайте-ка посмотрим. Есть уже с респа. Аккуратненько колонн выжидает. Ждет своего противника. Человек где-то в доме. Но никого пока что найти не может. Будет ли четвертый минус? Мы сейчас узнаем. Ой-ой-ой. Ну колонн просто чует ситуацию. Понимает, что сейчас должны. Минус 4 от колонны. Какая жесть. Остается еще один игрок. Аккуратно выходит. Промахивается колонн. Вдвоем, ребята, остаются. Хупях 9 хп. И тут ситуация. Минус 5. И это Эйс от колонна. С АВП. И счет становится 4-0. Дорогие друзья. И вот он. Тот самый колонн. Как видим, невероятная стабильность с АВП. И периодически этого парня заставляют удивлять. Довольно-таки большинство топов. И, как видим, все четко. И, ну не знаю. Иногда просто нереально. Раскидываю там. Минус 1 от колонны. Сразу же там идет хлпа. Минус от Аркадиона. Десантируется игрок в плент. Аркадион минус 2. В виде третьего игрока промахивается колонн. Минус 3. И минус от Хупяха. Это 4. Точнее 5. Уже 0. Почитаем, что у нас еще интересно. Ребята, пишут. Ип, есть сервер. Есть, ребят. Заходите на HLTV.org. Я же говорил, что там торговался. Да, торговался, торговался. Мувик есть. Ну что ж, давайте-ка посмотрим. Колонн понял, что здесь уже напугал игроков команды Sport4Extreme. И, соответственно, лучше всего поменять позицию. Так как уже противники, грубо говоря, привыкают к твоему местонахождению. И могут пытаться выходить при фаером тебя забирать. И, как видим, колонн это прекрасно понимает. Сменил позицию. И, может быть, даже предполагает, что атака может пойти на б-плент. Минус от Хупяха. Тем временем сразу же, как видим, простреливает в дом. Пытаясь там кого-то подловить. Танк, кстати, где-то там зацепило все-таки. Но, ребята, по ходу дела, не пошли на б-плент. Да, так и есть. Сместились. Колонн возвращается на свою исходную позицию. И понимает, что здесь начинает прожимать слепой абсолютный игрок. И тут по второму миглу пытается, ребята, пройти минус от Зоргана. И понимает, что здесь уже что-то прям намечается за орган. Сейчас запалит игрок. Ой, нет! Сид, красавчик! Ставит отличный хедшот. И, ребята, понимают, что дальше продолжать подсадочку смысла не имеют. Так как там лазейку, грубо говоря, уже перекроют. И возможности что-то из нее выжить будет практически невозможно. Потому что это не слабый коллектив Хупеха. Минус от Делинха. И, в принципе, б-плент абсолютно свободен. Команда Израиль понимает, что нужно перетягиваться. Должны уже заходить. Делинха не спешит. И сейчас должен будет подлавливать противника. Давайте посмотрим. Видит игрока минус от Туркиша. Как же не подловил. Сид аккуратненько пытается найти здесь кого-то из противников. Но нету здесь никого. Вдвоем против троих остаются. Давайте посмотрим. Кидутся флэш. Ждет там игрока. Выходит Туркиш. Пытается подраздать. И ситуация пока что тяжеловатая для игроков. Тут еще и с дому жмут. Сида. Нужно менять позицию с дому. По-любому должен быть. Да. Минус от Колонны. И остается. В это время один танк. Минус два. Транк один в одного. Знаешь, что где-то в доме нужно разворачиваться. Пытается подраздать. Заканчиваются патроны. И попытаюсь сейчас подраздать. Ой. Застрял игрок. Но Аркадион. Как видим. Споткнулся в окне. Но все-таки УПАП смог сделать очередной минус. И это 6-0. Кстати, напоминаю, дорогие зрители, у команды Израиль сегодня два матча с двумя российскими коллективами. Это команда Esport for Extreme и команда The Nation. Если же у команды Esport for Extreme есть одна победа, то у команды The Nation пока что ни одной победы нет. И если команда Израиль победит обеих, то выходит команда Esport for Extreme, а команда The Nation вылетает. Ну, а если же все-таки команда The Nation побеждает, то получается 1-1. И будет подсчитываться разница в раундах. Ну и, соответственно, по логике вещей должны еще будут подсчитываться момент по поводу того, что команда Esport for Extreme победила команда The Nation в этой группе. Опять сосредотачиваются на быликах, видим, команды Израиль. О, вот это вот интересно, абсолютно дают бы плент. Зорган сейчас потерял момент и понимаю, что здесь уже, походу, делают его обманули. Да, заболел игрока Зорган, 24 хп, остается опасно, ждет игрока в плент. Но, навряд ли, ребята туда зайдут, неплохая. Хе 2 хпшечка, еще хе минус от танка, шикарно выкуривает команда Esport for Extreme. Игрока в этой позиции пытается побороться. Как видим, танк никого не видит, меняет позицию и, может быть, даже попытается кого-нибудь поджать со спины. Аркадион аккуратненько ждет кого-то на пленте. Длинхоу! Крадется, но ребята уже такое ощущение, кого-то знают, что где-то здесь находится противник. Не спеши, Длинхо. Понимает, ого, как тут все классно. Там со спины и нет! Купел, ставит хедшот минус от танка. Ребята пока что превосходно держат плент. Минус от колонны. Вот это вот не очень хорошо будет пытаться. Минус два от колона. Какая жесть! Еще у 2 игроков остаются, он должен побороться. Отличный хэдшот. Ну и, в принципе, здесь уже никто, да. А Плэнта не доберется. И, соответственно, минус от Туркиша. Это первый раунд команды Esport4Extreme. Теперь я спрашиваю, чате ВП вышли? Да, ребят, ВП вышли без единого поражения. То есть, три игры, три победы. Получается, вышла команда ЕЛТЗ. ЕЛТЗ, Питер вылетел. И, да, Анеаксис, Виртус Про и ЕЛТЗ вышли из группы Б. Сейчас мы, кстати, с вами наблюдаем за матчем группы А. Ну и сегодня, собственно, все решится, кто будет конкретно из этой группы. Ну что ж, как видим, опять тут все понятно. По такой стратегии очередной выход на Аплэнт. Но здесь давайте-ка посмотрим, успеет ли халпануть колонн. Ожидает. Аккуратненько идет раскидочка, минус от Туркиша, ждет выхода. Ой, не попадает, точнее, слишком ровно колонн. Несмотря на смок, все равно делает минус, пытаясь еще подраздать при фаером. Минус от Аркадиона. Минус два делает игрок. Ждет еще одного игрока с дома, но никто пока не выходит минус от Туркиша. И вот так вот атака. Команда Esport4Extreme по сути-то и не началась, а команда Израиля уже всех игроков ликвидировала. ВП играли с Анексис и ЕЛТЗ. Кто третий? Питер. Команда Питер. Прям так и называется. Ну что ж, команда Esport4Extreme. Как видим, опять спокойненькое телодвижение в сторону Б плента А. Сейчас Хупяк, скорее всего, запалит всю эту ситуацию. Аккуратненько увидел то, что там смок. Отлично, ребята, положили прострелить. О, как там жестко попадает Сиду, 67 хп, остается. Ой-ой-ой, какая жесть. Видит игрока, отъелся флешкой, нужно врываться под нее. Минус от Зоргана не дают, пытаются прострелить Хупяка. Понимаю, что позиции здесь лучше всего сменить. Отличные две флешки заставят команду отойти. Длинхооо. Сейчас тоже здесь будет? Нет, не получается. Ну, собственно, здесь эко-раунд, и команда Израиль не должна допускать каких-то глупейших ошибок. И, собственно, выигрывать этот раунд. Ну, давайте-ка посмотрим. Плюс, кстати, остается 10 хп. Почему-то девайс не отдает своим тиммейтам. Минус от Аркадиона. Ну, и тут нужно пытаться забрать девайсик. И пытается Адастрифел. Успел Майя здесь подобрать. Аккуратненько ждет еще одного игрока. Выходит очень рановато. Минус от Зоргана. Ну, и тут остается один Сид, которого пытаются сразу же на машине целой толпой. Минус от Аркадиона с окна. Счет становится 8-1. Команда Израиль обеспечивает себя победой за первую сторону. Да, все-таки, как фильм, датчане на этой карте жесткие. Да и тем более страна за дифференцию. Ребята, благодаря АВП, колонна довольно-таки очень и очень усилена. Что само по себе дает знать. Аркадион, как видим, сейчас, наверное, не усидит. И, как всегда, куда-нибудь попробует ворваться. Хотя, как фильм, здесь двое игроков. Да, все-таки пошел. Не удержался. Увидел игрока. Пытается поддавить. И сейчас нужно его успевать подлавливать. Но нет. Ушел Аркадион. Откидывает спокойно ХАЕМ. Но с той позиции ребята отошли. Длинг. Зацепило. 17 хп остается у игрока. И команда Изпортфорэкстрим пока что не чувствуется, что уверена в том, что они собрались сделать изначально в этом раунде. И, видимо, попытаются каким-то образом поимпровизировать. Да, тишина. Каким тишина. Хупяха сейчас нужно будет забрать. И какими пока что не особо-то это и получается. Хоть и попадают, но... Минус от Зоргана. Минус 2. Где-то там делал парень 2 минуса. И тут собирается походе выходить на ББМ. Минус 2. Что-то я заговорился. Минус 2 от Хупяха. Ну и здесь остается тебе время. Один танк. Давайте-ка посмотрим. Нужно подраздать. Минус 1. Поборется или нет. Откидывает сразу же ХАЕМ. Но понимаешь, что здесь выйти навряд ли получится. Будет его поджимать с всех сторон. Там уже и Зорган где-то несется. И Аркадион по дому будет. Бежит танк. Бежит. Понимаешь, что здесь могут вонуть за орган. Уже понимает, где находится противник. От Юйс Флэш. Сгоняет танк обратно в угол. Но тут уже есть Аркадион. И этого, по ходу дела, танк никак не ждет. У со спины где-то должен быть противник. Обрата идет по дайне. Ох, господи. Минус от Туркиша. Счет становится 9-1. Да. Какие мы за ритяня. Пока что, ну, жесткие. Жесткие ребята. Особенно, конечно же, когда Каун делает прессы. Это невероятно поднимает, в общем, настройка всего коллектива. И, как мы видим, пока что все отлично для датчан. И все невероятно плохо для российского коллектива. Что, давайте посмотрим. Сразу же откидывается ХАЕ. Смог. И такая быстрая уже атака. Аркадион слышит, что есть тут перемещение. Подготавливается одна флэш. Вторая. Выходят игроки. Откидывается еще флэш. Собирается Аркадион. По ходу дела, Заркадить. Минус 1. Пытается найти еще одну игрокацию со спины. Минус 2. Минус 3. Минус Туркиша. Падает бомба. И остается один Делинка, которого ликвидируют Зорган. Счет становится 10-1. Ха. Тем временем, ребята, вспоминают интервью, где мы общались с танком непосредственно. Мы говорили по поводу того, что матч состоится против команды Израиль. И какие шансы у команды из СПОФОР Экстрим. Танк ответил. Нам поборемся. Ну что ж, как говорится, только первая сторона. Будем надеяться, что команда СПОФОР Экстрим сможет хотя бы еще раунда 4. Да, последних забрать. Минус временем от колонны. Но здесь все жестко. Да, колонн перекрывает все везде и вся. Не могут ребята выйти. Грамотные откидки со стороны команды Израиль заставляют отходить со своих позиций. Ой-ой-ой. Ну а вторая флэшка. Минус от Купьяха. Никто не прикрыл своего тиммейта. Пытаются ребята там подловить еще одну отличную. И просто опять со всех сторон загоняют в угол игроков команды СПОФОР Экстрим. Идти в спину. Давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Со спиной прожимает минус от Зоргана. И уже вдвоем ребята остаются пытаясь подраздать. Минус 1. 2 в 4. Но здесь уже выход. Минус от Купьяха. Остается еще один игрок. Откидывается не очень приятное хе от Рокодиона. Своему тиммейту подарок. Ну и собственно танк. Остается 5 хп. И понимает, что здесь нужно что-то как-то делать. Но шансы понимает, что не высоки. Очень аккуратненько пытается все на свете. Просто и поднимает и сразу же минус от Рокодиона. 11-1. Израильтяне. Ну просто пока что по полной программе божат. И не собираются отпускать ни одного раунда. Похода дело команде Sport4Extreme. Да, все будет жестко. Все будет жестко. Особенно если команда The Nation сможет побороться с командой Израиль. И не проиграет с таким большим счетом. То тогда вполне возможно команда из Sport4Extreme может и пролететь. Как фанера над Парижем. В данной ситуации. Но давайте посмотрим. Ну что ж, как видим, уже такие какие-то особо командные действия у команды из Sport4Extreme закончились. Начинается индивидуальная игра. В принципе, может быть, стоило с самого начала от этого и отталкиваться. Так как все равно, как ни крутит коллектив Микс. Аккуратненько сидит здесь, ожидает кого-нибудь из противников. Вот такая вот интересная позиция. Минус от Аркадиона. Не очень приятно. Слышал, что есть перемещение в доме. И давайте-ка посмотрим аккуратненько. Залезает. Здесь никого нет. Узнает, что из Триспи минус от Майса. Отлично. Можно, в принципе, разрезать ребят с нескольких сторон. Нужно зайти. Минус от Зоргана. Не очень приятно. И вот сейчас Аркадион уже запалил игрока. И понимает, что здесь не высовываться смысла нет. Пытается его прострелить с той стороны, как нагло. Аркадион 16 хп. Точно так же пытается прострелить в ответку. Но как где-то там в углу совсем прижался. Минус от Колона. Заменил Аркадиона. В отличный тайминг. Продемонстрирует игрок. Минус 2 от Колона. И это жесть. Делинха остается уже один против четверых игроков. Жесть. Миша, какая зарплата у тебя маленькая. Минус от Делинха. И минус от Аркадиона. 12-1. И команда Израиль. Ну, все, позже скачу. Трендайка посмотрим, что здесь по пингу. Ох, а пинг-то у команды Sport4Extreme довольно-таки очень большой. Ну, конечно, не больше, чем у меня. У меня обычно 85-100 пинг. Но тем временем в 65-57. Это довольно-таки неприятно. В то время, как у команды Израиль, ну, в основном не больше 40. Есть, конечно, преимущество кое-какое. Но что поделаешь, на то он и онлайн-турнир. Минус от Колона. Забрал уже одного игрока. Минус от Аркадиона. Ну, и, как видим, все. Ребята, почувствуют то, что есть воля победы. 12-1. Можно, соответственно, пытаться экспериментировать. Пытаться где-то что-то подавлять. Видит игрока. Отлично, мазь подлавливает. Сразу же здесь еще ожидает Туркиш поблизости. И, походу, его тоже не собирают зажиматься. Аккуратненько отхивывается. Не очень приятная флешка Туркишу. Ребята, вдвоем выходит. Минус от Сида. И здесь опять не очень приятная ситуация. Вдвоем, ребята, остаются. 13-1. Израиль. Ну, просто я не знаю, что здесь сказать. Все четко, весело и задорно. Ух, что, что мне интересно еще спрашивают. Так, 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 так. Колонна против колонна. Попробуй с ВП поиграй. Пишет. Ребята, Ролтоном, Дошираком, Крутом. Понятно. Кто ВП у наших? Вот это вот загадка. Ну что ж, давайте посмотрим. Вроде как попытаюсь сейчас опять какую-то разводку, может быть, пробудить. Нужно дождаться Плута. У него сейчас очень хорошая позиция. Хотя Зорган над ним не очень приятно. Но вот от него может быть очень минус от Делинга. Отлично, нужно проходить. Видит игрока. Нужно подлавить. О, Зорган! Ставит просто. Пролетаем фанерой. Отличный хедшот. Аркадион. Минус 2. Там со спины наказали уже двое игроков. Ребята, казалось бы, отлично. Начал. Отличная флешка. Минус от Майса. 2 в 2. Майс 1 хп. Очень опасно. Делинга уже знает, где находится. Аркадион спокойненько выжидает своего противника. Делинга мансует. Минус от Зоргана. И остается один Делинга, которого уже тут вдвоем ребята ждут. Минус 1. Один в одном ситуации. Дай-ка посмотрим. Видит игрока. И нужно сейчас немножко потащить. Но нет. Минус от Зоргана. И это 14-1. И с таким разгромнейшим счетом заканчивается первая сторона для команды Sport for Extreme и команды Израиль. Миша, а что за квадратики черные под модельками игроков? Ковры самолеты мы выяснили недавно. Модификация Counter-Strike 1.6. Всем стало скучно. И теперь, мол, они не бегают, они летают. Так что как-то так. Фух. Ну что ж, дай-ка посмотрим. Все сейчас, по сути, можно зарешать первый раунд. Если команда Sport for Extreme его отдает, то команда Израиль, собственно, уже с матчпоинтом. В 15-м раундом, ластиком, как хотите, так и называйте. Ну и, собственно, уже спокойненько может разобраться и с последним раундом. Отхил с ХАЕ. Ну, давай-ка посмотрим. Буду надеяться, что все-таки команды Sport for Extreme, как им пытаются. Пытаются угадать, где же, что же может быть там. Там вовсю бежит, вообще не стесняясь. И сейчас, как видим, попытаются размутить разводку. Ой, там со спины танк уже несется. Нужно немножко побороться. Тут ребята вдвоем нужно уйти засейвиться. Уже вдвоем становится. Ребята сразу же отходят. Допрекли команду Израиль. Минус от Зоргана. И вот это жесть. Тактика практически то же самое, что была в первом раунде от команды Sport for Extreme. Но немножечко наоборот. С выходом на б-плент не получилось. Зато разрезали. А, и сразу же перетяжка. Минус от Аркадиона. Уже втроем. Ребята слиются против пятерых. Минус от Зоргана. Минус от Аркадиона. Какая жесть. И остается один Плута против четверых. Минус один. И минус от Аркадиона. Ну и здесь, собственно, все, дорогие друзья, уже, в принципе, предрешено. В пятнадцатом матчпоинт для команды Израиль. И, собственно, для них же, ласт раунд. Да, к сожалению, команды Sport for Extreme, как видим, ну, ничего не смогли противопоставить команде. Датчанам, команде Израиль. Ну, собственно, как ни крути. Это коллектив гораздо сыгреннее, нежели команды Sport for Extreme. И Sport for Extreme, конечно же, микс. Но, честно говоря, я думаю, что большинство из вас ожидали гораздо больше. О, какой прострел гораздо, как говорится, больше эшна и раундов. Ну, что поделаешь, побеждает сильнейшим. Но, в те времена еще команда Израиль не победила. Давайте посмотрим, может получится побороться. Минус Аркадиона, минус от Майса, нужна Хлпа, минус Азоргана. Ну, и двое игроков остаются, пытаются, поздравляют их. Их не попадает уже, и остается один танк, который весело, задорно понимает, что, в принципе, может на каком-то просто нереальных ваншотах вывести этот раунд. Но будет невероятно тяжело. И, по-моему, уже игроки догадывают, что нет со спиной игрок. Да, минус Азоргана. И это 16-1 и GG для команды Sport4Extreme. И, собственно, все печально. Команда сейчас должна упасть, по идее, на последнее место. Четвертое место в группе. А команда The Nation. Ну, посмотрим, как пойдет все по раундам. Да, жестко, все жестко. Танка зови, Миш. Нет, мы не будем танка звать, потому что я думаю, что он немножечко расстроен. А, может быть, попозже мы кого-нибудь, да, позовем. Ну, что ж, следующий матч нас ожидает между командой The Nation и командой Израиль. Буквально через сколько там минут-то? Через 17 минуток. Поэтому пока что небольшой перерыв. Как всегда, шикарнейшие треки. И, собственно, готовимся к следующему матчу российского коллектива. Ну, а пока наслаждаемся и далеко не уходим. Продолжение следует.